Если вам надоел привычный вид блинов, рестораторы рекомендуют добавить в тесто немного протертый в паштет сырой свеклы. Тогда блинчик получится необычного темно-розового цвета, но на вкус это никак не повлияет. В остальном рецепт смеси классический. Яйцо, растительное масло, молоко, соль, сахар, сода и мука. Ну вот мы с вами включили плиту и ждем пока она нагреется. Вот это тот исторический момент, которого боятся все хозяйки. То, о чем ходят легенды. Первый блин комом. На самом деле пословица эта совсем имеет другие корни. Вот почему когда-то называлась наша масленица комоедица. Потому что первый блин отдавали медведям и относили их в лес, которые медведи в то время назывались у нас комами. Вот поэтому отсюда и пошла пословица. Первый блин комом. Только разогретая сковородка. На нее немного растительного масла. Профессиональные повара сегодня предлагают массу разнообразных начинок. Каждый ресторан старается удивить гостей чем-то необычным на вкус и внешний вид. Но если разобраться, все очень просто. Мы используем любой крем-чиз. Не пугайтесь этого слова. Это обычный отброшенный творог, по-русски говоря. Добавляем сюда немножко соуса хрена. Сочетание крема, вот этого хрена и семги даст невероятный вкус. Я бы добавил сюда вот еще чего. Немного руколы. Вот оно, три сочетания цвета даст нам вот эту красоту. Для соуса, которым сверху можно полить блинчик, ресторатор использовал сливки и сыр с голубой плесенью. Добавил немного тертого мускатного ореха. Блюдо готово. И куда без наших кедровых орешков. Опа. Приятного. Такие красивые и вкусные блинчики можно есть десятками. Но это грозит перееданием. Ведь блюдо тяжело назвать диетическим. Так сколько же блинчиков можно съесть за раз? И что делать, если не подрасчитал возможности? Для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщин, к примеру, 3-4 блина, а для мужчин 6. При этом необходимо учитывать и начинку, с которой вы будете употреблять блины. Идеальной начинкой для блинов может быть что-то белковое, птица, икра, говядина. К тому же, благодаря тому, что это сытно, много таких блинов съесть будет достаточно сложно. Не самый лучший вариант с джемом, с вареньем или со сгущенкой. Такие блины буквально калорийная бомба для вашего организма. Масленичная неделя в самом разгаре. Близятся выходные, когда у людей появится возможность собраться всей семьей, напечь блинов. А вот какие начинки предпочитают видновчане, узнаем прямо сейчас. С творогом, с мясом, просто так, с вареньем, с икрой. Блины обыкновенные, без всякой начинки, но со сметаной. Любимые начинки – икра, красная рыбка и что-нибудь сладенькое. Ну а сами блинчики классические? Да, тонкие классические блинчики. Я вообще люблю тоненькие блины и люблю очень с икрой, с красной рыбой, с селедочкой. Вот такие вот сладкие не очень люблю. Ну и еще мне очень нравилось, когда у меня бабушка пекла дрожжевые, толстые такие прям толстенные. Блины были очень вкусные. Ну а так, какими угостят, такие и будем кушать. И какие бы блинчики вы не выбрали, важно обзавестись специальной блинной сковородкой. Она облегчит процесс приготовления традиционного масленичного блюда. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, ВиднетВ.